всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня поговорим на тему блаженства алчущих и жаждущих правду мне некая дарья комментарий написала под роликом я его сначала хотел этот комментарий зачитать когда читаю светлые комментарии себе на канал на канале христолюб беседы и встречи ссылку будет в описании под роликом в первом закрепленном комментарии кому интересно переходить и подписывайтесь на тот канал тоже но потом подумал решил его взять за основание как я это частенько делаю для отдельного видео потому что все-таки там не столько как любят говорить какие-то панигирики христолюбца да свидетельство дальше ну я решил им воспользоваться чтобы сказать свое слово ну а комментарий следующего содержания к ролику иисус христос бог или нет тоже ролик такой хороший на него тоже дам ссылку в описании с незабуду если забуду напомните мне что я это обещал сделать кто хочет посмотрите дарья пишет дмитрий здравствуйте привет даша и давай на ты я терпеть не могу когда меня называют на вы даже когда я буду старым престарелым или уже совсем старым человеком с седыми бородами усами и волосами на голове надеюсь хотела с тобою я уже буду читать твой текст как хочу хотела с тобой поделиться какой наш господь тут либо чудный хотела даши написать лида либо чудные дела творит какой наш господь чудный и как он печется нас в этом я ни капельки не сомневаюсь и проповедую что бог наш родитель есть абсолютная любовь вечером как-то лежал на диване и мысленно обращалась к богу может как молилась это есть самая настоящая молитва обычное простое человеческое божественное общение со своим родителем и господь мне внутри сердца произнес слово христолюбция по поводу голоса внутри сердца тоже сколько у меня не так много роликов о молитве знаете но я об этом говорил это тоже самое что даже вплоть не до того что когда ты слышишь вот эти внутренние наставления кто знает что такое беседа с богом она действительно удивительное ты общаешься казалось бы с невидимым как человек ты видишь да это вроде невидимая личность но ты ясно слышу ответы ну любой человек который спрашивал богу тот знает что нам отвечать на бог живой ему нет нужды говорить тебе там в эти уши показывать этими глазами сможет тебе все это показать воображение кто знает мою историю вплоть до того что когда я еще не знал что бог отвечает и когда господь меня призвал кто не помнит кто не знает мою историю ссылку дам в описании на мой основной канал христолюб веган и в частности на плейлист обо мне и моей жизни где господь обратился ко мне я тоже не могу сказать ну тогда это был голос вообще и призыв был когда господь мне сказал купи библию это был ну по сути вот как и дальше господь сказал произнес слово христолюбцы заметь как даже пишет то есть он произнес слово христолюбцы кто-то помнит знает кто нет можете посмотреть всю историю моей жизни то господь мне сказал купи библию ну два слова пусть он не говорил не явно я до сих пор не могу сказать слышал ли я этими ушами его или внутренними ушами но именно внутренними ушами то есть это был впервые мое в жизни я услышал какой-то внешне внутренний голос то есть это не было как вот потом уже когда ты общаешься с богом вот так вот и лежа на диване в том числе все мы это просто проходили или ты там что-то изучаешь слушаешь как читаешь библию в частности я когда дай господь и все это разжевывает растолковывает но это просто где-то внутри с тобой течет такое мышление конечно же это господь и все растолковывает но это 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 очень похоже на твои собственные мысли а вот такие конечно когда были такое общение с богом как в частности когда господь не перас призвал потом что несколько событий было многие люди называют это разными именами вещами встречи с богом явный какой-то да то конечно же тут даже тяжело сказать тоже говорила тебе господь вообще каким-то таким человеческом понимании дал как вы сейчас слышите моим голос но так как вы видите меня внешне вам очевидно что эти звуковые волны там какие-нибудь эти колебания они действуют на вашу там внешне вот эту ушную перемычку там попадает в эту ушную раковину действительно там эти перегородка перемычку как-то и дальше там все это обрабатывается или получать эту информацию то конечно так как бог не видим да иисус христа слышали также иисус христа как бога которым он и являлся явившимся во плоти слышали именно вот так но когда ты его не видишь он уже общается непонятно как наш уже опять еще одна природа совмещается он уже и вроде тем же голосом говорит каким-то слышно но его не видно ведь аж просто возникает диссонанс а это как все-таки я в эту ухо слышали там еще какой-то ухо есть и по сути это неважно но это действительно это такой вот вы поняли да действительно все-таки есть разница между каким-то конкретными словами до таким произнесет ты четко слышишь это вообще не твое слово это вот тебе было сказано и между таким божественным мышлением которое в тебе или он с тобой размышляет вы вместе размышляете в унисон вы уже не раздельны это настолько беседа уже вы поняли да но бог всячески во всем он и внешне и снаружи вот поэтому это тяжело разделим а это явно разделим и ну вот даша услышала слова христолюции я вообще в своей речи никогда не употребляла этого слова и после этого было горячее ну по поводу слова христолюции я скажу откуда но еще раз в библии такого слова вообще нету в предании так называемом церковном но и псевдо христианских церквей церквей так называемых религиозных организаций псевдо христианских но именуемых себя христианами православие католицизм протестантизм я в одном месте только я сейчас даже честно уже не вспомню у одного там якобы святого в одном писании я встречал такое словосочетание это когда читаешь уже на современном русском языке это кто-то перевел какие-то там древние рукописи и это то ли он сам уже решил тоже так потому что вы знаете когда пытались моего это христолюбция но для там у меня есть один иностранный ролик на английском и пытались я разговаривал как да с тем кто это переводил общались мы много она как это перевести я даже не знаю когда то есть по крайней мере вот так как по-русски звучит как называют двойное слово до любую любить христа христолюбец то на английский там только это двойным словом опять да там love христ или что ну там как-то она пыталась мне пояснить но гаджу вот такой вот как у тебя что чуть ли так это вот так ну короче такого нет прям прямой аналогии но я думаю что на другие языки в частности тоже наверное на какие такие европейские особо особенно вот американский ну можно назвать и европейским часть языком все-таки пошел он из англии до англо это вся группа которые и поэтому его где-то взять и вы знаете я его взял не от того даже цветов это я боль то вот я после уже как-то решил еще поинтересоваться получать эту тему когда но вы знаете конечно православие тоже практиковал но игра это я уже потом узнал и поискал этот вопрос может где-то есть уж мне встречался я конечно вы знаете откуда это это слово взял это описание определение имя сущность себе которым является и я не сомневаюсь что я в прошлом возможно присутствовал на прощальном ужине учеников со христом как хотите христа со своими учениками но при познании изучение христианства практикование его через там какое-то определенное количество времени лет конечно же я всем проповедую что прощальный ужин это концентрация всего евангелия если ты себя там не ощущаешь если ты ничего не понял о чем там говорит христос ты не достиг познания истины и частности их суть сущности христианство его учения но что именно там иисус четко своим ученикам говорят говорит о трех сущностях и природы благопытия первое это бессмертие и о том что он бог а бог вечен иисус прямо говорит своим ученикам сколько откуда чего не выдирают кто знает я сейчас шорцы библейские на канале христолюб библии иные писания чтение библии иных писаний если не забуду тоже ссылку добавлю в описании все забуду пишите в комментариях чтобы я на каком времени я о чем говорю где чё обещаю я переслушаю и дам все ссылки там с эти шорцы выпускаются и там чё только не пишут они стали так немножко просмотров набирать побольше чем у меня это обычно набирают до всех пишут и даже не читая их там там все откуда-то мусульман набежала до иисус не бог там сын божий максимум лучше вообще пророк да они обычно так сын божий это обычно там псевдо христиане любит об этом поговорить но я четко слышу христа вообще на прощальном ужине я считаю себя отличником идеальным учеником потому что я всем говорю я понял христа вы не понимаете ну что ж мне вас жаль иисус первое он говорит что он бог но естественно он бессмертен он говорит о своем воскресении вечной жизни что убить его невозможно могут прямо своим ученикам я и отец он до этого всем это говорил но он еще раз прощаясь оставляет им завет завещание последнее свое слово где я и отец одно более того это в принципе в этом ученике все ученики фомада по мне не фоман или фомада не помню кто там или иуды не из кариотской да по-моему кто его там спросил несу сейчас уже важно да ну покажи нам отца ты с ним 1 иисус не сказал что и не показал во первых раз не сказал что этот отец по книге откровения ветхого завета в царстве небесного встретить или еще где-то на великом суде там или потом в новом на новом земле на новом небе то есть небесном царстве не нигде никогда его не встретите он сказал этому ученику столько времени ты со мною и ты не знаешь меня видевший меня видела отца это настолько просто и понятно мне все просто и понятно я слышу христа веру так господи ты и он и и есть он мой творец и создатель я как ты и передал от первых людей через книгу бытие ветхого завета который до нас просто дошло в бумажках я твой образ и подобие все складывается идеально ты бессмертие ты вечен ты был от начала как ты сама себе говорил сошедший с небес прежде сущий там и прежде нежели авраам ты есть и ты туда вернешься убить тебя невозможно ты бог смерть лишь иллюзия временное страдание которые мы сами заслужили по первому греху в котором убили живое существо о свободе говорит исусом ученикам да это что вот эту вот временную жизнь якобы попытку убить меня убить бога даже это я все являюсь сам я добровольно сошел оттуда иисус говорит я добровольно в этом в этом театре играю дав вам до желая дать вам пример этой совершенной жизни путь становление богом не по плоти а по духу то есть богом любовью поэтому я сам отдаю эту жизнь никто не может у меня и забрать никто не может ничего сделать я бог вы видели как я воскрешал мертвых исцелял прокаженных кормил голодных одним лишь своим словом мыслью я помысли никто ко мне не подойдет все просто упадут вспомните как после этого буквально через пару часов возможно они выходят на улицу в гефсиманский сад его перед тем кого арестовать люди подходят и спрашивают ты ли он или нет он гордая не пятится назад и падает это даже маленький такой нюанс естественно иисусу поток по одной мысли достаточно ибо он и есть тут бог который дыха дает дыхание жизни каждому живому существу забрать это дыхание жизни ничего не стоит иисус конечно не сам себя убивает и не учит людей убивать себя или кого-то бог виновен в том что люди творят зло потому что он дает им все потребное для жизни и силы и здоровье бог виновен что дав здоровье человеку тут берет поднимает заносит руку с ножом убивать другого человека не иисус сам дает жизнь тому кто вбивает ему гвозди в руки и ноги распинает на кресте он виновен он самоубийца он извращенец мазохист нет он бог дающий жизнь и все потребное для этой жизни для счастья жизни на что употребляет человек все свое существо это выбор свободный выбор человека понял я эту сущность бытия о которой говорит иисус понял я хороший ученик да я отличник ну и третье будучи свободным будучи бессмертным раз будучи свободным даже перед лицом видимой смерти любых страданий избирать между добром и злом что должен избирать третье благо любовь добро все слова у нас очень многие синонимичные в мире от этого добра я сам становлюсь счастлива потому что счастье это любить и быть любимым а что такое любовь любовь это через какие-то дела внешние воздействия человека на раздражители доставлять ему удовольствие наслаждение ну и через это это уже такие сущностные слова радость там блаженство счастье по сути мы делаем что-то приятное человеку доставляем ему удовольствие это и есть любовь вот вам и вся сущность бытия вот я дальше прокомментировал еще и и комментарии и свидетельства как видите могу в каждую проповедь вложить всю сущность всю всю полноту истины и сущность блага бытия это бессмертие бога всего бытия то есть всех нас это свобода и по плоти ходить куда я хочу и по духу выбирать между добром и злом и третье это избирать именно добро и бы именно от этого счастье любовь радость добрые дела от этого я сам будут люди вокруг меня счастливы и я сам буду счастлив и творят добром не приносит счастье и мне в обратку дают это добро или вперед они в обратку уже а потом я отплачиваю добром вот ну естественно в мире режим возле я и на зло добром отплачиваю да но в идеале царство небесное или тот рай который был изначально создан должен был быть абсолютным миром любви всякое удовольствие было доступно кроме творения зла кому-то принесение боли страданий вот и все ну а что такое любовь очень легко поступать с другими так сколько лет я разобрал по болтиками евангелия нового завета библию свет совмещал с другими там какими-то пытался мыслями мировоззрениями все оказалось очень просто и сколько раз я перечитывал эти слова иисуса христа окончательно утвердились и дошли они ко мне только через года практики христианства до любовь и создать двух разных интерпретациях дал понятие поступать с другими так как ты хочешь что поступали с тобой ну естественно обратно уклоняясь от зла и делай благо не делать никому ничего что ты хочешь делали делали тебе ну и наоборот делай то что ты хотел бы чтоб сделали тебе ну или другими словами иисус сказал любить ближнего как самого себя в этом весь закон все пророки и закон блага бытия счастливой жизни вот и все об этом иисус говорил заповедь новую даю вам да любите друг друга как как я возлюбил вас иисус нас возлюбил как мы видели видим из евангелия совершенно любовью как он правильно любил и близких по этому закону жизни можно все понять любовь к близким это потакание всем всем узлу что они творят не из евангелия это из коротких евангелий которые дошли до нас причем выскаженным тоже в переписанных перетолкованных вариантах это мы видим как иисус общался с близкими с мамой до при живой маме сказал что матерь его те кто это кто исполняет его заповеди то же самое относится к его братьям к его сестрам до что и своим ученикам он предлагал спокойненько отойти от него если они не хотят следовать за истиной да мы видим от как он относится к простым людям посторонним ставит ультиматум и ты хочешь идти за мной это в курсе что неизвестно где мы завтра ночевать будем а ты в курсе тебе надо пойти раздать все твое чрезмерное имущество раздать нищим и прийти следовать за мной на обязательно взяв крест чтобы испытывать поношение поругание непонимание боль тебе причиняемую потому что идущие за мной несущие креста не достоин меня какая любовь посторонним должна быть посторонним оказывается тем кто встречается на моем пути жизни притча добром собрание никто мой ближний иисус говорит это каждый человек отнестись этого должен как к родному это вот человек на расстоянии твоей руки узора твоего слуха твои ноги куда ты можешь дойти это крик о помощи ты должен этого человека постараться восстановить максимально как за своим дорогим родным человеком ухаживать и что такое любовь к врагам конечно же это к врагам это не творение зла не мщение понимая что все люди на земле тебе все равно родные абсолютно что самый близкий что самый дальний в виде врага что самый близкий виде любящего тебя человека в концовке мы все когда-нибудь покаялись придем в познание истины да ты не гладишь его похоловки за то что натворите добро да когда тебе выбивают зубы ты не можешь в ответ улыбаться но внутри себя ты любишь человека да ты говоришь ему правду в лицо да ты обличаешь его да ты высказываешь ему да ты научаешь его добру этим и любишь всех да и ставишь жертву и насильника да ты заступаешься между ними встаешь защищая жертву и тем самым проявляя любовь к обоим и к жертве защищаю и к насильнику да не давай ему совершить зло и более того вразумляя обличая вразумляя наставляя его возможно принеся себя в жертву вместо убийства того он убьет тебя но его переклини ты даже своей жизнью спасешь того человека но он уже убив тебя может быть бросит оружие и поймет что это насколько это страшный грех и зло вот так вот вот и все вот и вся истина и откуда я взял христолюбцы иисус три раза на прощальном ужине со своим учениками говорит им такие слова если любите меня если любите меня соблюдите мои заповеди любящий меня соблюдает мое слово там даже есть в отрицательном не любящий меня не соблюдает слов моих если любите меня соблюдите мое слово ну и там и с отцом придем обитель сотворим и все помните да я приду вот и все я соблюдаю христово да да я люблю его да я люблю христа да значит я что должен соблюдать его заповеди это как этот знак математики называется туда-сюда прямая обратная связь вот и все как-то я сидел у меня прям переклинило я в эти очередной раз перечитываю прощальный ужин господа с учениками я четко тоже вот как ты ж вижу слышу это слово и понимаю что это я это я я исполняю я хочу да как он петра спорашивал потом любишь меня исполняй мои заповеди паси овец моих проповедуй учительствуй обличай злодеев наставлять на добро ищущих вот и все вот откуда христолюбцы я вообще с речи никогда не употреблял этого слова и после этого было горячее побуждение набрать это слово в ю тубе так я вышла на твой канал на мой не чудо ли чудо но я хочу знаешь я не с таким буду оптимизм сейчас говорить надеюсь ты меня правильно поймешь это конечно это не то что даже чудо а это прекрасное свидетельство я очень рад ему что ты написала кто-то стесняется боится писать вообще или мне в частности такой тоже знаю своей жизни вот поэтому ну конечно это чудо можно назвать и действительно самое важное что и свидетельство и что-то откликнулся этому голосу и тут я перехожу ко второй части морская слова такого слога монолога это о том что блаженные алча и жаждущие правды это не столько чудо столь сколько действительно говорят бог верен в своем слове до библии такие слова вот это действительно так и этот это сбывание и свидетельство того о чем говорил христос я соответственно по его примеру и образу проповедую о том что блаженные алчащие и жаждущие правды ибо они насытятся так как я проповедую эту правду и истину то конечно ты попала по адресу ибо на том на моем контенте канале ты найдешь всю полноту истины которые тебе уже и всем кто тролик слушает в одном ролике смог рассказать конечно веру кто-то еще не достигнут это в полноте он слышит но не понимает до конца я вам тоже своим примером свидетельствую сколько раз я все это метался меня раздирали все равно не успокоение не удовлетворение я не до конца понимал как поступать в каких-то там конкретных вещах и только с годами вот этой практике анализа я все понял пришел к этой простой простой не который говорил а как все время христос до бессмертие свобода и любовь все ничего больше нет вот вся сущность блага бытия а любовь доставления друг другу радости в небесном царстве удовольствие но и в этой жизни это любящим а с нелюбящими мы конечно немножко по-другому поступаем обличаем да воспитываем учительствуем это тоже важно понимать царство небес тому все это не нужно будет но в мировоззле любовь проявляется иногда не так как это кажется грешникам как они любят там ты когда куда вы лезете это неважно в какой сфере любви ты проповедуешь к животным веганство да в природе вот именно к людям к любящим или к врагам на бородке ой что-то там своего близкого затыкал близким больше всего достается до или наоборот убей врага ты лишь нет я вот не буду ему отвечать злом на зло поэтому это как раз свидетельство того что да если захочется на ты насытишься но оттолкнешь ли ты эту листину или нет это уже потому что то что ты услышал уже сегодня другие слышат примешь ты это или нет примешь ты любовь в полноте бессмертие в полноте своей жизни если ты хоть раз произнесешь из своих уст что ты боишься смерти ты не принимаешь вечности не принимаешь бессмертие одно дело хотя бы человеческий страх там еще по плоти плоти иисуса написано ужасался когда тем более перед той смертью теми испытаниями которыми ему представили предстояли да он по плоти тоже так скажем страдал даже психически этот физически когда когда театр трясет у нее также выделялся адреналин вот он никогда не говорил что боится не говорю что он боится смерти а я сколько слышу от христиан даже казалось мне близких близких очень людей надо общаюсь этом смерти боюсь слушать на словах это произносишь дальше веришь в бессмертие веришь в то что ты живешь знаешь ли ты что-то живешь свято или нет чтобы чуть и бояться туда идти кто-то живет правильно он не боится ее не по плоти не по духу до в момент уже предстояние смертью там тебя будет убивать ну да это неприятно это больно у тебя уделяется адреналин ты можешь нервничать плакать но это физика но когда сейчас тобой ничего не происходит рассуждать на эти темы словесно это от избытка сердца говорят устает свидетельствует твою неполноту держишься ли ты тут за все дети родители цветочек посадила сад насадила землю дом купила да не доучилась не до музыкали ла не допела не доплясала там где-то в каком творчестве ты развиваешься не доделала не достроилась ты за все переживаешь как все без тебя будет тут прям все да если ты не поняла что незаменимых не бывает я уже подшучиваю но в этом смысл да жизнь она просто течет свобода тоже на самом деле несмотря на то что казалось бы мир пространстве на это временное измерение ограничено на самом деле мы свободны вплоть до плоти это видно по иисусу если надо раз уж мы сегодня чудесах тоже разговариваем бог сотворит и чудо для тебя ты по плоти сможешь много чего пережить да казалось бы против законов таких классических да сможешь и не есть долго если надо будет жизни ради чего-то да там будешь страдать куда неважно и болячки исцеляются одним желанием и по воде можно ходить все можно иисус сказал что верующий все может даже гору передвинуть это очень важно но и любовь любовь в полноте ко всему божьему творению ко всему к природе к животным и правильной любовь к людям к любящим тебя к посторонним и к врагам вот поэтому я тебе конечно большое спасибо за свидетельство само вот но я хотел бы чтоб ты написала мне еще вообще не против если кто-то меня побаивает все все открыты пиши звони будем знакомиться если что-то от меня нужно или просто поговорить ну или хочешь дружить многие хотят даже бояться мне написать почему-то ну не в школе учители говорили что кузнецов ты такой но страшно не в плане внешности а вот такой вот я это классно руководителем у нас математический класс был по математике чит какой-то или собрание чуть мы сидим или прям урок был чуть кузнецов ты сам тоже что-то я встаю надежь полна помню так звали ерду что я самый добрый на земле и давай у нас по литературе был этот как раз четверть как и называют стихов то я там чуть 30 стихов выучил все все не учил по пару двоих получила и думаю все выучи как стал их там штамповать я какой стихи там я вас любил чуть ли не пушкина нет пушкину что-то я не помню но какой-то я кого-то прочитал там что-то связано прям было я и давай все ага-га весь классная любил там тоже по клоунадить вот и поэтому захочешь конечно давай знакомиться общаться дружить а если даже и нет то интересно будет от тебя узнать твои мысли через пару месяцев может полгода может год что-то еще посмотришь услышишь на моих каналах до многих отвращает веганство все так любит бога да так все любят животных собачьи кошечка а как дело доходит до поросеночка до до курочки до бычочка сразу пофигу нож горло и вперед и упивайся крови когда ходит до эксплуатации да я так люблю животных но то хомут ему на шею повешу да и будут доить его они же им же так до лампочки свободы не ж так любит решетку два на два сразу сдувается вся в нем любовь божией если христианин не веган он просто не христианин любой человек кто бы он не был как бы он себе называл там кришнаитом буддистом свободного христе вообще там неизвестно кем детям света если цик не веган если этот человек деятельной жизни не 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 исповедует и не проповедует дети любовь к животным да то есть их не эксплуатацию не убийство более того любой человек света это человек слова деятельная жизнь а потом и слова не защищает это ты не познал любовь божью ты не познал жертвенную любовь божью ты не познал горячую любовь божью которая от избытка сердца говорят уста если вы молчите сердце ваше не горячо не переизбыточествует она еще маленькая от избытка иисус сказал что тот кто эту воду в живую себе настолько откроется богу знаешь да вот эти там красивые когда бокальчики друг на друга ставят там верхний наливает и там все наливаются ну таких полно видео в интернете там на праздниках устраивать есть и шоколадная какие-то там фонтаны но в принципе принцип фонтана многоярусного вот действительно если ты станешь иисус сказал этим если примешь сам этот источник воды живой божьей ты и потом начнешь и других сам для них станешь источником через тебя это очень важно понимать тогда ты достигнешь совершенства вот так вот вот такое мое слово поэтому посмотрим примешь ли это ты это чудо и дар божий потому что ты попала на то место на тот канал к тому человеку который говорит правду истину о любви свободе и о бессмертии ты сделаешься познав это в теории деятельно исполнив своей жизни ты сама обретешь я обещаю тебе полноту счастье неважно что с тобой будет внешне происходить неважно что же внутри с тобой будет иногда происходить хорошо познавших истину тоже сложности будет как сказано до последних дней до но это все будет тебе настолько легко вся побеждать ты все равно будешь всегда счастлив абсолютно всегда ты сделаешь счастливых людей счастливыми многих людей вокруг себя они в свою очередь других вот так вот ну на этом у меня все еще раз все равно спасибо тебе за свидетельство за отзыв как ты видишь я им воспользовался даже еще то есть лишь твое свидетельство сколько принесло благо это лично мне конечно все равно меня это мотивирует обратная связь любому человеку очень важно я же понимаю что многие меня слушают ничего не пишет я сам же я конечно надо так говорю а сам конечно в своих словах себя вижу в нехороший смысле слова что там ничего не пишут отзывы не оставляет но тебя действительно сам на многих каналах каких-то технических я смотрю там он все что связано с садом с огородом там еще с чем ничего итог не смотрю развлекательный какой бывает контент да я тоже действительно ничего не пишу я вообще комментарии редко пишу да но лайки я ставлю хотя тоже помню долгое время знаете как к этому относился хотя все знаю сам блоге проповедник и как-то палец даже первое время помню на ю тубе я как-то и даже так-то до самому-то призываешь и хочется понимать что это нужно для продвижения ю тубе вот и они не столько понятно эти лайки нужны автору проповеднику неважно любому автору это помогает алгоритм ю туба потому что они же анализируют если вид хорошую реакцию они их отправляют еще там выше больше людей об этом узнает материале да вот я говорю сам я долгое время даже как-то к этому относился и только вот именно сам проповедовать не обличал это иду сам-то я говорю о чем сам-то тогда чем не жалко по пальчику кликнуть нет я всем подряд уже знать и пусть даже некоторый ролик мне как-то не очень так ну так что-то сказал там новости каким слушаю буду но уже потрудился я же все-таки слушаю я может не совсем там согласен но я его смотрю долго я не зря подписался когда-то многие вещи он мне помог открыл да пусть не все и принимаю там в огородности какого блогера но что-то он немного полезного дал я даже под другими роликами ставлю да я же не не рекомендую эти ролики другие поделиться ты поделишься совсем что ты считаешь благим вот поэтому там и моими ролик в час не в 7 может что-то вам не заходит да что еще не приняли там есть ролики на разные темы и гомосексуализма и на острые темы да но что-то вы еще не готова но хотя бы чем есть поделись если ты приняли самый самому тебе помогло да я также конечно делюсь вот этими вещами хотя опять же да я вот как-то огородник я не знаю кто-то меня окружает я и не делюсь как-то да я делюсь там все что касается все-таки больше любви до веганства любовь к человеку а там и политикой все дайки добрые дела и все что угодно до любовь к природе а бытовыми вещами все разными интересуются просто репостите эти ролики про огород чего смотрю да я много что смотрю да кому просто надо там заполнить свою ленту но конечно такие вещи опять это я все время задумать что я как бы правильно вешаю или нет что типа но это важно что я говорю эту свою ленту каждый может вставить ну может для нее не столько важно хотя кажется что данным все таки я говорю не как не о том как огурчики вырастить это все-таки вещь серьезная в жизни до единственной серьезные вещи в жизни какие сказал все остальное чепуха главное познать истину вот так вот так вот ну ладно на этом все всех по-братски крепко обнимаю нежно целую всем желаю всего самого доброго светлого радостного вашей жизни что все было хорошо побольше всяких вам удовольствий что радость отчет получаем что кто-нибудь вам доставлял какие приятности большие или маленькие что всего складывалось было какое-нибудь хорошее жилье хорошая работа труд как говорится на эти мы страдаем очень часто находясь просто не на своих местах занимаясь теми вещами которые нам совершенно не нужны найти свое призвание себя чтобы вы были независимы обрести свободу максимальную вот по плоти все равно во всех вещах короче всего самого лучшего все пишите комментарии как видите я на них всегда реагирую на хорошие на плохие пока пока ну ну Субтитры создавал DimaTorzok